Без родителей нельзя. Детей, купающихся в неположенных местах, намерены доставлять в полицию, а родителей штрафовать. Новое правило собираются внедрить с этого года для предотвращения трагедии на воде. Мнение каргандинцев по данному поводу, где вообще можно купаться и есть ли действительные отличия между разрешенными и запрещенными местами купания. Ирина Вабещевич искала ответы на вопросы. Дети же очень бешеные люди. Они могут уплыть до туда и не вернуться в небо. Лето в разгаре. Немногочисленные водоемы становятся местом притяжения населения. Принять солнечные ванны и вдоволь наплескаться и наплаваться спешат и взрослые дети за столь непродолжительные в нашем климате жаркие дни. Сегодня вторник, утро. На пляже уже много отдыхающих, а также школьников, пришедших крупами без родителей. А к вечеру и яблоку негде будет упасть. Жара начинается, все хотят плавать. Им же очень интересно. Еще без родителей вообще интереснее. Дети сами, когда купаются, делают, что хотят. В этом сезоне по сравнению с предыдущим статистика утонувших по области уже выросло. Это семь человек, в том числе два ребенка. Что ждать дальше? Поэтому очередной мерой, вводимой спасателями и полицейскими, будет следующее. Несовершеннолетние, купающиеся в необорудованных местах, без присмотра родителей, либо взрослого человека, будут доставляться в отдел полиции. Там будут устанавливать личность родителя, а затем проводить профилактическую беседу, либо привлекать к административной ответственности. Родители должны как-то все равно контроль вести, где их ребенок находится. Я так считаю. И дети сами должны ответственность какую-то иметь, что мало ли как. Ногу судорогой сведет, кто им поможет. Дети сами растеряться могут. Это обязательно взрослые должны. Это хорошо, кто-то взрослый будет, он нырнет за ним, успеет спасти. А если нет? Мнения взрослых по данному поводу разделились. Кто-то и без того самостоятельно детям шагу не дает ступить. А некоторые уверены, что власти намеренно снимают с себя ответственность в очередной раз. Если мы будем их контролировать день и ночь, то с них вырастет. Это же инфантилы, которые в дальнейшем не могут даже маленькую проблему решить. Все равно дети должны немножко быть самостоятельными. Но нельзя уж так совсем. Мы сами выросли на этих речках, на пляжах. И тонули, если это были такие единицы. Это просто всегда бывают такие случаи. А если родители работают, это ребенок не может целое лето нигде даже к воде подойти, что ли. Нужно просто делать больше городских пляжей, чтобы были спасатели, чтобы безопасность была соблюдалась. Мы за это платим налоги в конце концов. Вот здесь есть зоны отдыха, мы сами на них отдыхали. Но в этом году там уже 3000 человек – это очень дорого. Кстати, мы на излюбленном пляже карагандинцев напротив остановки. Именно его еще в прошлом году заявляли, что намерены сделать разрешенным. Но по-прежнему все, кто заходит в воду – нарушители, а пляж не санкционированный. Сразу же хочу отметить, что санкционированное место – это место, которое соответствует всем стандартам, значит, уже безопасное. Где сотрудники спасателей есть, где медпункт есть, где обозначены буйки, безопасный участок водоема и так далее. А несанкционированный участок – это, грубо говоря, опасный участок, где при необходимости нет спасателей, которые окажут первую помощь, нет медицинских работников, которые также могут оказать первую врачебную помощь. Итак, в Караганде на сегодня искупаться легально можно только на пляже левого берега Федоровского водохранилища, который обслуживает управление парками. В этом году после проверки с анэпидемиологами парковое озеро под запретом для купания. Найдем, как говорится, отличие разрешенных мест от неразрешенных. Тут установлены буйки, за которые заплывать нельзя, но заплывают. Есть невысокая, но спасательная вышка без спасательного круга. Конечно, есть беседки-лавочки, но вот есть ли медики и сами спасатели. Дистанционированный пляж, и здесь спасатели вы видели, чтобы дежурили? Мы только сегодня первый раз приехали на этот пляж, поэтому я пока еще никого не видела, кроме людей. Ну что ж, спасательный пункт есть, и это уже хорошо. Направимся, чтобы выяснить, кто там дежурит. Напрасно мы стучали, на пункте висит амбарный замок, и никаких медиков и спасателей нет и в помине. Так что, сами понимаете, в случае беды на помощь они не кинутся, как на несанкционированном пляже, так и на вполне легальном. Единственное, что если человек утонет, то на этом пляже будет возможность оштрафовать виновных. Ирина Вобещевич, Миржан Жумамуратов, Наталья Заяц, 5 канал.